Прошло несколько дней, а вверх, приветствуем вас в редакции СпортЭкспресса, вы у нас не были ни на кассе, ни здесь. Очень приятно, что вы к нам первым. Сначала к нам пришли, а не кому-то другого. Я представлю, в Италии раппетов вдов футбола, Тава Гуревича вдов футбола, Сергей Егоров, вы были раньше знакомы, или нет главного редактора. Мы в советском спорте встречались. Правильно. Редактор садуров наш. Со мной давно знакомы. Ну, я вас сейчас назову. Нет? Нет? Мы с корабля на бал, фактически сразу попали. Не успев получить назначение, став исполняющим обязанности главы департамента с действием инспектированным. Фактически сразу столкнулись со многими трудностями, которые столкнулся и наши путешественники. И даже был фактически скандал в Тарстрийске. Пришлось нам тут же разбираться в конфликтной ситуации. Что там на самом деле произошло? Могли было сказать? Ну, в двух словах. Там на последних минутах был забит гол. И по мнению хозяев, что там имело место положение вне игры. И они начали выражать бурное несогласие. А президент клуба, Осман Кадиев, даже в нецензурной форме. Хочу сразу сказать, что в плане безопасности там было все нормально. Просто человек там поддался эмоциям и выражал их вот в такой форме. Ну, это, в принципе, не в первом основе происходит? Ну, это все-таки с безопасностью не все? Нет, в плане безопасности там нормально. Вот то, что выражения такие нецензурные там бывают, то это уже второй случай. То есть вопрос о том, чтобы матчи Анжи не проводить в Каспийске, а проводить в нейтральном поле вот так не стоит? Ну, насколько я знаю, по первому решению было принято КДК штраф и условная дисклификация, а апелляционный комитет дисклификацию потом отменил. То есть сейчас будет второе заседание. А апелляционный комитет. Ну, не КДК, не КДК. Нет, решение о дисклификации и штрафе принимает КДК. Кадиеву может только Комитет по этике принимать. Вот, а стадион был, вот такая санкция была к ним. Все документы сейчас, рапорта ребят, рапорт делегата, все переданы Григорианцу, Артур Генриховичу. Вот, и по-моему, в среду будет тоже заседание. Ну, тут еще вот один нюанс есть. Это качество телеканцляции. То есть так много показали, что действительно могли люди предположить, кто по телевизору смотрел, или на смартфонах, что в сайте. А вы как-то этот вопрос не собираетесь поднять в телеглии, что в общем-то низкого качества действия? Что трансляции и судьи страдают? Ну, я хочу сказать, что до этого, когда домашний матч НЖ проводил, тоже был сложный момент в плане вне игры. И трансляция позволила разобраться. Да, то есть нормально было. Просто, ну, возможно, каких-то, может быть, технических не хватает там мощностей. Но, конечно, когда хорошее качество картинки, от этого все выигрывают. И зрители, в первую очередь. И нам легче, конечно, разбираться, какие-то спорные моменты. Вот, но хочу сказать, что с вашей помощью инциденты, в плане вне игры, не вне игры, вот в этом матче, доказали право рту арбитра. То есть все нормально, гол, защита, ну, правильно. Ну, это все, оно ушло практически сколько? Полдня, пока по разным каналам там команда вне игры пришла, а так? Немцы 7 минут пенальти били в перерыве. Так что лучше позже, ну, правильно. Разобрались, все нормально. А, кстати, к немцам, а как вы относитесь к видеоарбитра? Ну, я уже говорил, у меня пока, то есть я понимаю, что это уже, ну, неизбежность. Понятно, и с этим надо, его это надо принимать, с этим нужно смириться. Но у меня пока вот больше вопросов, чем ответов. Вот даже вот в крайней ситуации, говорю, вот что возникло в Германии, она показывает. Представляете, на чемпионате мира такая, ну, не дай бог, ситуация возникнет. Это же все там время, деньги, там, трансляции. Вот как вот из этой ситуации выходить? Понятно, что там, если вдруг как-то раз-раз и быстро, ну, нормально, приняли справедливые решения. Но, как футболисты говорят, забили голы, не знаем, радоваться, ждем 5 минут, засчитают или нет. Ну, в таком плане. Но есть и положительные моменты. Ну, то есть вот этот вот резонансный случай со Смоловым, да, где-то участников Смолов, он все-таки не склонил, а чаще ваших весов то, что нужно, видеоповторы. Я, 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 опять же говорю, вы вспомните финал Кубка Федерации. Ну, нужно было еще повторы какие-то смотреть, когда человек там ударил рукой. Это было на дальней бровке, Мажич не ударил за удар. Ну, он побежал же потом, он же посмотрел его концовки. То есть вы представляете, если вот такой ситуации, условно говоря, в матче ЦСКА-Спартак, арбитр побежит смотреть в видеорефере, посмотрит и скажет, что нет, это там не красная карточка. Представляете, что будет в России? То есть не панацея все. Ну. И тут человеческий фактор просто по этой степени будет мягкость. Ну, наверное. Правила игры одинаковые, что для дворового футбола, что для финала чемпионата мира. То есть нужно судить по правилам. Я понимаю, что есть матчи, которые там градус повыше, где можно на что-то закрыть глаза, но тем не менее это вопиющие факты. Помните же в финале чемпионата мира? Да, англичанин судил веб там, когда ногой врезали Голландию из Евро. Да, в 2010-2010 Голландии. То есть, я говорю, здесь много ситуаций. Понятно, есть и плюсы, и минусы. Когда все это войдет уже в такую ситуацию, когда все будет отработано автоматизмом, понятно, что это на пользу пойдет. Хотя, я говорю, опять же, к моим словам сейчас, у меня могут быть много оппонентов появиться, которые будут против. Или, может быть, еще больше там, кто будет за. То есть, я говорю, с моим мнением, у меня пока много вопросов. Ну, сколько времени еще должно пройти, чтобы все английское сообщество... Я не могу ответить на этот вопрос, вот именно сколько времени. Во-первых, я сам ни разу... Я был вот в комнате, где в РФС там, скажем так, она учебный класс. Это вообще другая совсем работа. Это надо... Знаете, когда вот появились заворотники, скажем так, одишнала, я сам ездил с ребятами на международные игры на чемпионате России, судил заворотник. Первое время это просто караул. Я всю жизнь смотрел, что я в единоборство бегу и смотрю там в спину или там сбоку в единоборство. А тут на меня бежит толпа. И мой инстинкт, я отхожу на... Ну, серьезно, это когда там далеко еще, ладно, когда там в нескольких метрах на меня летят там, конечно... То есть, к всему надо привыкнуть. Возможно, ну, появится у нас... Ну, как сказать, это... Вот есть хороший ассистент, есть хороший главный. Возможно, нам нужно поучиться, и появятся ребята, которые, ну, действительно, профи станут в видеорбитров. А им не могут быть ветераны, то есть те, кто заходят? На... На... На ваш взгляд, не понравилось, но на ваш взгляд. Что вроде просит, чтобы любить? Действующий, да. Ну, я не знаю, ведь, понимаете, действующий арбитр, он, так сказать, постоянно живет даже... Вот, ну, инспектор, да, тоже, который постоянно в курсе событий. И то, вот, уже разница между арбитром и инспектором, она существует. То есть, человек оценивает уже, ну, по-другому чуть-чуть футбол. Вот, у инспектора, ну, когда бывало даже раньше на разборах, там, инспектор говорит, ну, я внутренне понимаю, что, конечно, он правильно все говорит. Но у меня, вот, внутри поля чуть-чуть по-другому. Вот, поэтому я тоже, наверное, все-таки буду настаивать, что должны быть действующие арбитры. А вот на вас кто-то, может быть, уже за то, что вы сказали, что ты из клубов российской премьер-религии выходил с предложением, что, в самом деле, давайте со следующим сезоном все-таки уходить в видеокаптера. Многие уходить в клубах, ну, не многие, некоторые уходить в клубах, что это прямо должно быть обязательно. Ну, Галецкий говорил, что там, ну, Хашик освочивал, что готовы они уже, ну, дать им разрешение, чтобы они там опробовали. И Сан Сан Чалаев в клубнике, который РФС выпустил, когда меня представляли, тоже сказал, что нужно как можно быстрее там внедрять систему в ВАР. А больше, кроме Галецкого, для твоих клубов? Ну, может быть, пока мой телефон еще не знает. Возвращаясь к Каспийску все-таки, вы уже смотрели, вот эти 7 минут Майн Спрайдер, вы видели, что арбитер, он побежал через поле смотреть монитор. И там несколько болельщиков, в чем в возрасте, стояли, начали так обезьянничать, чуть ли не прыгать на него, мешать ему, в общем-то, работать. А вот представляете, в Каспийске или в Дрозном стоит вот этот монитор, а тут болельщики развлечены, и не в пользу их команды, не в пользу режима охвата принимается решение. Честно сказать, представляю. Я просто, а что будет, не представляю. В этом смысле, как возводить видеоповторы в России. И по правилам FIFA, он должен стоять на поле, чтобы все видели, что судья действительно посмотрел не мультфильм, а повтор. Это технический протокол, что он не ушел в потребованные помещения, не получил там указания, принял это решение, а не он при всех просматривал. Честно. Ну, я говорю, у меня тоже много вопросов, я понимаю, о чем вы говорите. Я был в плане, опять же, безопасности, все прекрасно понимаем, единичные случаи случаются. Я там, ну, в последнее время, не то, что в последнее, сколько уже, но очень много лет там в Грозном, вообще никаких инцидентов нет, все, порядок полный. По-каспийски. Ну, вот случилось, там сорвался господин Кадзин. Да, это и в Москве может произойти, да. То есть, как бы, ну, да, и говорю, опять же, в связи, вот полный стадион, там, дерби, там, еще там, что-то, и какие-то такие спорные решения. Да все, что угодно может быть, то есть, ну, не знаю. Я, честно сказать, пока не представляю, как это будет выглядеть. Но ваш прогноз, как вы думаете, хотели же в июле начать, уже не в качестве эксперимента, а именно, чтобы этот матч использовался. Это реально? Я не могу сказать со стопроцентной гарантией. Это у нас, как бы, этим вопросом полностью, вот, Леонид Сергеевич Калошин занимается, он более, как бы, владеет информацией. Но если с учетом того, что сейчас уже ребята начинают, вот, на тестовые матчи ездить в Краснодар, уже, там, по-моему, 4 или 5 бригад ездил туда, ну, как бы, тренировались, то если оборудование останется, ну, кому-то клуб какие закупят, у кого нет, то, возможно, пускай не на всех матчах, но на каких-то, ну, стартанут, на каких-то, там, центральных матчах, возможно, и ведут со следующих годов. Тем более, что, вот, Сан Саныч Алаев сказал, что, как бы, нужно быстрее вводить. То есть, а вам, вы не придерживались того мнения, что, если уж вводить, то везде? Ну, я так понимаю, что это клубы должны, да, ну, свои стадионы оборудовать. Ну, я не знаю финансовую составляющую клуба, кому-то это, там, как мертвому припарку, там, потратить, там, такое количество денег, для кого-то это очень большие деньги. Если, там, примут по регламенту, что нужно будет, то, естественно, значит, все быстро оборудуют. Вот, если, скажем, там, как, по возможности, у кого есть, то, значит, не на всех будет. Вы сами не пробовали еще? Нет, 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 нет. Нет, я просто смотрел, так, вон, в тестовом, как, режиме со стороны. Значит, тоже, ну, ну, не знаю, компьютеры, ну, компьютеры, ну, компьютеры, ну, естественно. К автомобилю привыкаешь, а тут тоже абсолютно много новых тех. Да, ну, так вот, чтобы человек, вот, как, ну, прошел курсы, такого у нас нет. Ребята... Ни одного? Да, нет, ни у нас ни одного нет. Да, они практически в Краснодаре попробовали. Да, и если я полностью владею информацией, Сергей Красев на одном из сборов каких-то, ну, за границей, там тоже они что-то, ну, пытались сделать. Может, не он сам, а кто-то, ну, ребят, кто сейчас в Миро поедет, потому что они сейчас вот на сборов, Красев в Италии был, и там Роберто Розетти был. Ну, он как раз отвечает за вот видеорэфери, возможно, они там что-то тренировались. Но Сергей вот еще не вернулся, поэтому я еще не знаю. Ну, то есть может возникнуть такая, как говорится, может быть, где-то несколько абсурдная ситуация, что по регламенту, да, примет, да, это решение, что еще в сезонах стадион должны быть оборудованы в армии, а ведь арбитров, ну, мы просто не успеем подготовить. Ну, если получится такая ситуация, что примут решение, что надо, значит, будем готовиться. Если все-таки уже в УЕФА, в FIFA большой опыт, это есть, съездим, поучимся, или сюда пригласим инструкторов, то есть, как бы, понятно, что будет первое время, может быть, опять же говоря, не на всех матчах пока там подготовили одну бригаду, вторую, ну, как-то вот в таком плане, шаг за шагом, но если примем, то будем учить. А по вашей информации, к чему все идет, вот, FIFA и немцы, они создали, и FIFA создаст, и они все-таки создали помещение, ну, как бы, в одном городе, в одном месте, то есть, FIFA будет в Москве, я говорю, вот, где-то, ну, как-то, а немцы, вот, в Кельне, и они оттуда, как бы, то есть, видеоарбитры не ездят, не будут идти по городам, они сидят, сидят в Москве или, как у него, сидят в Кельне. А у нас, к чему все идет, то есть, на каждом стадионе будет своя отдельная комната, туда надо ездить или из Москвы? Я думаю, наверное, будет оптимально из Москвы, потому что, ну, согласитесь, у нас, ну, дефицит, да, кадров, поэтому у нас столько не будет, это надо, в туре надо 8 арбитров, кто на стадионе, и 8 еще на видеореферии, да, плюс, кто за ассистентов отвечает, то есть, я не думаю, что на каждом стадионе. То есть, а так 2 или 3 вида арбитра, а 8 арбитров? Ну, возможно, там, 3-4, то есть, как бы, там, хотя, если, говорю, все получится, там, если все будет, ну, ребята пройдут курсы, возможно, и 8 будет, но, опять же, это тяжело, потому что же еще есть фанел, где ребята, которые из премьер-лиги не суют, они же не могут без практики оставаться, им нужно ездить, ну, видеореферы хорошо, но им у нас же еще практика на поле, поэтому, получается, кто не получает тур в премьер-лиге, едут в фанел работать. Да, вы говорите про медицин, сейчас в среду будут семинары, которые с премьер-лигой проводятся, там 20-20 человек, которые в списке. А почему это 20? Ну, мы исходили из того, что, приглашая, собирая, вернее, ребят, 5 человек, которые, мы пригласили, скажу так, мы пригласили 15 человек, тех, кто реально может получить, ну, игры в оставшихся, вот, трех турах, получить назначение на игры. Те ребята, которые, ну, не попали, 5 человек, кто-то, там, имеет отрицательные оценки, кого-то, там, понизили уровнем лиги ниже до конца сезона, вот, кто-то, вот, в последнем туре, там, отрицательную оценку получил, там, Артем Чистякова до конца года, вот, поэтому, ну, вызывать, это сейчас три тура, вот, именно, собрал я ребят для того, чтобы поговорить, показать моменты, условно говоря, сказать, там, свою стратегию, какую я вижу на, на вот эту оставшуюся часть, часть, вызывать ребят, ну, там, которые не получат игры в премьер-лиге, ну, мы посчитали, что нет смысла. А среди них, среди 15, Алексей Николаев, который он очень не сдал. Вот, сегодня, вот, сдал, вот, только что я к вам ехал, да, мне, это, да, прислал тренер по списку готовки, видео, и... Ну, я хочу сказать, что Алексей сдал нормативы и по праву допущен, сейчас в чемпионат, там было много разговоров, раз, что там был не готов, он, еще там, что-то я говорю официально, то есть, как бы, я видел видео, что он сдал этот норматив, сейчас, вот, в следующем туре начнет с матча ФНЛ, и потом, если все нормально, получит игру в премьер-лиге. 15 судьи, вот, то есть, когда вы собрали с умерами, недостаточное количество арбитров на три оставшихся? Ну, в идеале у нас, в моем понимании, вообще, в премьер-лиге должно быть 18 арбитров, ну, максимум 20, ну, вот, моя цифра 18. Вот, опять же, я говорю, у меня других людей сейчас нет, то есть, пять человек, вот, которые не вызваны на сбор, они, ну, получили двойки, дискалификации, там, Володя Сельдяков до конца сезона переведен в ФНЛ, просто я же, ну, он никак не может получить игру. И когда человек получает несколько отрицательных оценок в ФНЛ, я же не могу ему давать ответственные игры в премьер-лиге в конце сезона. Ну, то есть, вы говорите, 18 судей, вот, в вашем понимании, могут вообще весь сезон работать? То есть, 18 судей в премьер-лигах достаточно... Ну, у нас, в принципе, всегда так было. Всегда так было. 18 человек, ну, там, ну, когда-то 20 было. Ну, реально, вы же прекрасно понимаете, основная нагрузка ложится на, там, 10, ну, 12 человек, тех, кто, как бы, тянет весь чемпионат. Понятно, что, ну, это топ уровень, там, ребят, кто арбитр ФИФА, и кто не имеет эмблемы, но судит ответственные матчи. И молодые ребята, кто там получают назначение, ну, скажем так, нерегулярно. Да все ребята хорошие, просто... Ну, Лаш тяжело будет, он пока у нас, из-за того, что не сдал правила, вот, отдыхает до конца сезона. Я в том плане, что даже вот эти ребята молодые, кого ввели в Премьер-лигу, им просто, ну, опыты, ошибки идут из-за того, что, как бы, чуть не хватает опыта. Ну, побольше бы, вот, игр посудить в ФНЛ, чтобы, как мясом обрасти, скажем так, да легче будет. ФНЛ ни на ком крест не ставится, то есть, как бы, это, может быть, даже такая, скажем, профилактическая мера, там, как встряхнуть ребят, чтобы поняли, что нужно постоянно работать над собой. Вот, понятно, что уровень, вот, между ПФЛ и ФНЛ, там, ну, разница большая, между ФНЛ и Премьер-лигой, она просто громадная. Арбитру надо не то, что там, даже секунду он не может расслабиться в Премьер-лиге. Сами понимаете, во-первых, скоростя другие, игроки техничной боли, и плюс 23 камеры, там, ну, 20. То есть, без внимания ничто не останется. Ведь есть трансляции в ФНЛ, ну, где вообще ничего не видно. То есть, такое поле для творчества, что рассмотреть ничего нельзя, а бывают и моменты хорошие, не обязательно плохие, а именно хорошие в плане показать, что для учебы, что вот и ФНЛ так могут, но качество не позволяет. Вот вы сказали, да, пять человек, ну, и будете не прочитать, ну, вот сейчас в оставшихся турах. А вот с Чистяковым вы лично разговаривали, возвращаясь к тому стандарту мультизации СМО, как он объяснил вот лично вам свои ошибки? С ним Андрей Дмитриевич разговаривал. А, куда же? Да. Я лично, да, я лично не разговаривал. Так сказать, 17 апреля, придется, да. Что-то в последний день у вас был кто-то разговор с Геннадьевским, что у вас, когда вы уходили за правильность? Я сам, ну, когда мне вечером вот сказали назначение, я утром, я не стал звонить Андрею Дмитриевичу, пришел утром на работу, зашел к нему, мы с ним поговорили. Опять же, я ничего плохого, не то, что не буду говорить, я не могу сказать, потому что, как бы, мне это большой промежуток времени, порядка, ну, с июля по апрель месяц, когда мы вместе работали, конечно, были там у нас, и, скажем так, разногласия, недопонимания какие-то, но мы делали одно дело, и, например, были уроки жизненные, Андрей, которые мне давал, Андрей Дмитриевич даже в плане, ну, вот, скажем, может быть, я, может, чуть эмоциональный, где-то закипаю быстро, вот, он меня успокаивал, показывал, направлял, то есть, как бы, мы, ну, считаю, отработали нормально промежуток времени, так что-то получалось, что-то не получалось. Вот, ну, расстались по-хорошему, я сказал, что спасибо за совместную работу, ну, как бы, он сказал примерно такие же слова, что он дал в интервью, то есть, как бы, я, как тренер приходит на работу, чемодан всегда стоит. что делать в тех или иных ситуациях, хвали все на меня, вы понимаете вообще, что это самое, как сказать, самое устойчивое, чтобы место работы, но самое горячее, самое предсказуемое, возглавлять судьи, потому что ты сам не можешь, как думаете, на поле, да, вот, и взяться из-под, но ты несешь полную ответственность перед клубами, перед болельщиками, которые прекрасно разбираются правильно, потому что люди, которые знают лично арбитры, зачем вам это вообще? Ну, тем она интересна эта работа, да, она трудная, да, понятно, здравоопасная, но я был действующим арбитром, у меня определенный опыт есть, знания, я готов поделиться и с ребятами, все, что знаю, готов отдать для них, если, ну, надеюсь, что у меня все получится, и для меня это новый вызов. А вы как-то, кстати, друзья, вы как-то говорили, что вы понимали, что там старшего сына не пускали к телевизору, где могли что-то плохое обае сказать, когда вы были арбитром, а как вы сейчас, вы уже приедете интернетом попали? Нет, ну, сейчас, нет, тогда просто была ситуация, старший, который, ну, старший сын, ему тогда лет, наверное, может, 12 было после одного из матчей, ну, как фанаты там писали, повесить, там, убить, там, ну, как, когда ребенок-то начал читать, как про папу так говорят, и всю ночь мне звонил, там, папа, смотри, аккуратно, там, смотри, с собой ничего не делай, тогда я запретил. Младший сейчас играет в футбол, ну, старший, ну, сейчас взрослый, 20 лет, то есть, как бы, все прекрасно понимает, вот, а младший играет в футбол и уже сам так покрикивает на суде. Ему очень понравилось, мы были в Москве на футболе, судил Серега Лапшкина, и кто играл, не помню, но это не суть, и там судья, ага, ага, как они запели, и он запомнил, я, видишь, где-то так игра после игры идет, проиграли они, и говорят, судья, ну, я, да ты что, ты где научил, а про дядя Сережа, говорит, так пели. А вы, вот лично для себя, вот, в себе, когда, что за целью действующую, ну, действующую, судя, когда помню, что у вас, в принципе, возраст и здоровье позволяет квалификации судить, но когда вы, если дальше, что все, я в кабинете, совершенно отходил. Ну, я, нет, я хочу сказать, что я же летом в июле приехал на сбор, сдал все нормативы, вот, и я вот сегодня приехал в Москву, завтра у нас утром начинается сбор, и вечером у меня, вот, состоялся разговор с Витальевичем, где мне была, вот, предложена эта работа, ну, я подумал, советовал с семьей, взвесил все за и против, понятно, что возраст 45 лет, ну, я говорю, для меня, вот, я вам честно говорю, там, без всякого лукавства, мне очень приятно, потому что сейчас, там, игроки, тренера подходят и говорят, зачем ты закончил, так рано, там, туда-сюда, это кайф вообще, когда люди, там, не хочу так, чтобы говорили, блин, когда же он закончит, то есть, чтобы ждали, поэтому уйти вовремя тоже искусство. Ну, было первое время, конечно, тяжело, особенно, когда на стадион приходил, к полю подходил, там, аж слезы на глаза накатывали, да, ну, потом уже потихоньку, ну, я не знаю, мне кажется, невозможно никогда вот так сказать, что все, там, я в себе арбитра убил. Все равно в душе футбол смотрю, ну, только не как на игру, а как арбитр, смотрю, как арбитр действия, арбитр, там, какие-то позиции, там, передвижения, ну, смотрю, вот, как действующий арбитр. А почему вы даже с такими товарищами все вынесли? Ну, вот, нет, нет, в сентябре играла прокуратура России, прокуратура Италии. Меня приглашали на открытие арены, я судил об этом. Важно, да? И кто победил? Ну, в России, как всегда. Фенальти? Нет, 4-1. Бежут болей? Ну, нет, еще. Принимали арену, а на график-потензии? Нет, только просили, просили сфотографироваться. После матча. А вы же тогда фактически один пришли, а у вас нету на этот момент команды, потому что вы были судьи, когда вы, конечно, с вами беседовали. Сейчас, можете сказать, что у вас образовался коллектив, команда, может быть, даже один, два, три, четыре, которые точно будут с вами дальше работать. Есть такое уже понимание? Ну, я, честно скажу, я об этом вообще не думал. Потому что нам надо сейчас закончить сезон. Я потому что, ну, у меня его приставка. Я же не знаю, что закончить сезон, и, возможно, со мной не продлят договор. Поэтому, как бы, сейчас рубить с плеча, там, кого-то что-то выгонять, кого-то что-то приглашать, нет никакого смысла. И, плюс, ребята уже, ну, целый сезон работают на своем месте. Все все знают, там, даже, словно, назначение, кто с кем куда ездил, у кого какие ассистенты, кто, какой главный там предпочитает с кем ездить. Ну, это тоже немаловажный фактор, поэтому мелочей не бывает, и доработаем. А там, возможно, кто-то, если все будет нормально, нас оставит работать, возможно, кто-то не захочет со мной работать сам. Поэтому сейчас что-то либо загадывать не имеет смысла. На моей памяти такого не было. Сейчас, практически, 4 человека таких, достаточно мощных в плане опыта, известности и так далее, объединение в уголовном конкурсе с обеспечивающим корпусом. То есть, это вы, Палентин Иванов и Николай Ревников. И Иванов Ревников, это очень опытный специалист, они уже возглавлялись сегодня один город. Мы уверены, что вы, и каждый из них, и вы тоже, как сам по себе, как вы самостоятельно, независимый человек, вы знаете, вы руководители. А как вы сработаетесь вообще? У нас каждый отвечает за свой участок работы. Левников отвечает за комиссию. Иванов отвечает за судейский комитет. Я департамент. Это департамент, это оперативная работа, проведение соревнований. То есть, они не лезут в мою работу. Не то, что не лезут. Конечно, я уже разговаривал и с Николаем Сладовичем, и с Валентином Валентиновичем. Все готовы мне помочь, если там нужна какая-то будет помощь. Я не думаю, что мы начнем там кто-то куда-то перетягивать одеяло в каждую свою сторону. Я думаю, что каждый будет за свой участок работы отвечать. И все у нас получится. А Иванов еще не приехал? Он в Италию уже. Уже в Италию? Да, в конце недели. Но он уехал на второй сбор, где Сергей был, Карасев. И он и там, и там, и там, и там, и там, и там? Да. А когда он в Васильевске? Так, он сказал, 29-го он прилетает. Да. И мы договорились там на следующей неделе встретиться. Вот просто, по-моему, как-то вы сказали, что не очень внимательно, чем вот эта вот комиссия не важно, как она правила. Котовая комиссия. Да. То есть она где-то дублируется в остальные органы. То есть и Вы выносите оценку, потом они выносятся. И у КНРА какой-то шумбор происходит. Я говорил, и повторю сейчас, я отвечал, ну, когда говорил эти слова, я отвечал за судейство ФНЛ. То есть мне, я смотрю игру, я вижу, условно говоря, арбитр поступил правильно. И поддерживаю его, приходит, присылает там команда или лига там, ну, пленку, условно говоря, которой там не было нигде, которую невозможно нигде, ну, там увидеть, ну, кто-то снимал, условно. И комиссия изменяет решение. То есть я, ну, мои доводы, которые я говорю, ну, у нас же не было этой камеры. Мы должны смотреть то, что мы видели. Я не могу человека наказать после того, как, ну, уже ему все оставили оценку. И из-за этого возникали вот эти ситуации. Плюс, ну, вы сами, наверное, знаете, что были моменты, которые, ну, это черное, а получалось, что это белое. И эти ситуации объяснить было, к сожалению, невозможно. И поэтому вот были сказаны такие слова. А вообще, как вы думаете, какова будущая комиссия? Нужна она дальше? А, еще, извините, да, еще я не договорил. И все время, всегда это было комиссия, ну, то есть, условно говоря, был Розетти. Он отвечал за все судейство, он принимал решение. Там собирались работники департамента, там, смотрели моменты, голосовали или еще, там, как там, при Валентине Валентиновича Иванова, там, он смотрел, если какие-то возникали спорные моменты, там, в комиссию входило Левников, Беззубяк, Исухина, да, они смотрели и принимали решение. Но это все работники, кто, там, условно, работал в департаменте, там, или в судейском комитете. Здесь у нас получалась просто иногда ситуация, что, ну, инспектор в комиссии сидит, а мы смотрим его момент, который был на игре. Поэтому, вот, мне и были сказаны такие слова. Ну, в любом случае, мы сейчас доработаем сезон, потому что, как бы, принято. Во-первых, эта комиссия, она, ну, находится в РФС. Да, да, поэтому какие-то решения, это только будет приниматься, там, исполком или бюро исполком. Просто ее решение больно важное. Они практически не в доходах, они могут лишить судьи, сколько там, 50 тысяч судей. Ну, если оценка, да, без, 8-2, 50%, если, ну, 8-2 оценка, то 50% гонорара, если отрицательно, то без бонусной части. То есть, если в 9-2, то среди 50 тысяч рублей, какими-какими, нет, все равно, я думаю. Немально. Ну? Немально. Ну, конечно, немально, но это, это, как бы, пример. Нет. Оттолбить. Можно, пожалуйста, задать? Да, дай Бог, чтобы все у вас хорошо сложилось. Вот, если вы в следующем сезоне будете разговаривать. Если вы будете ли вы радовать, предлагать, чтобы КДК мог отменить желтую карточку, да? Ну, правильно, как случится с ГОУ. Ну, я думаю, что, смотрите, я, у меня есть книжечка, называется «Правил игры», я только руководствуюсь ими, а вот эти все мероприятия, это в регламенте. То есть, как бы, если примут такое решение, это будет приниматься там, арбитр должен оценить на поле, там, желтый, красный, если он ошибся, вопросов нет, там, приняли такое решение, что это можно изменить. Значит, пожалуйста, там, пускай КДК отменяет карточки, там, или, наоборот, наказывает. Вот, а мне радовать, ну, в этой ситуации, ну, что будет. Ну, ваше мнение же тоже, наверное, будет учитываться при принятии решений, там, будет комиссия, сажают рабочую группу, там, вас тоже наверняка спросят. И у вас же работы больше будет, если это дело, когда вам придется чаще все эти экспертизы, которые писают. Ну, нет, ну, это комиссия принимает. То есть, мое личное мнение, если это пойдет на пользу, то ради бога, я буду умер руками за. Понятно, что я там не буду говорить сейчас про конкретную ситуацию, там, ну, вот крайнюю, что у нас случилось там со Смоловым. Вот, конечно, неприятно, конечно, что было бы всем интереснее, чтобы там он сыграл. Поэтому, если будет принято решение, это будет идти на пользу, я умер руками за. А у вас же была похожая ситуация, немного другая, но была, когда вы не увидели. А, Вернблум, этому, Санчесу. И КДК заказал не обниму. Потому что я не видел, да, это вообще, я, как бы, если арбитр не видит, и то КДК может принимать какое-то решение. Если я оценил этот эпизод, то уже тогда нельзя. Но я на КДК сказал, я физически никак не мог видеть, потому что закрыто было, да. А что чувствуется арбитр такой ситуации, когда вот он после матча смотрит видео, понимает? Вы понимаете, я даже на поле понял, что уже что-то не так. Но я не могу удалить, ну, я подбегаю, смотрю, у игрока, там, ну, чуть-чуть кровь. Вот, я понимаю, что он же не мог себе там укусить, там, ну, когда прикучишь одна кровь, когда удар, она чуть-чуть другая идет кровь, побольше. Я понимал, что что-то не так, но я не могу удалить игрока, когда, да, когда я не видел. Это как вот назначить пенальти, который ты не видишь. Ты можешь, ну, что-то видеть, там, не так разобраться. А когда не видишь, ну, это просто будет, ну, нечестно, скажем так. Поэтому я не удалил. Когда, после игры, когда смотришь, ну, что, понимаешь, да, да уже приходишь уже на телефоне, там, смс-ы, там. Видеоарбитр. Я не знаю, мне тяжело на этот вопрос ответить, потому что я не знаю, почему приняли такое решение, вот красную можно отменить, а желтую нельзя. У вас были ситуации, когда у тренеров и игроков на скамейке запасных смартфоны, они же не запрещены, они смотрят на трансляцию смартфона и видят, допустим, что я ошибся, вам в перерывах не говорили, вот смотри, может быть вы увидели уже, что ты ошибся. Ну вот как раз на игре «Спартак-Зенит», когда мы расширенной бригадой судили, когда пенальти не назначили в ворота «Спартака», Володя, ну это в том году, старт чемпионата, по-моему, да? Нет, в той весной, первая игра была у меня «ЦСКА-Зенит», 0-0, где я с Гончаренко там покусался, и это вот, ну там, через несколько туров, да, под Володей Сельдяковым там этот момент был. Да, и я когда шел, мне, не Луческо, это Спиридон, да, был, помощник у него, он мне, ну вот смотри, вот смотри, ну я, конечно, не смотрел, но был такой случай, да. Не, ну я же, я же, это не перепалка просто, ну понимаете, поддался эмоциям, это всегда же так бывает, отсудил хорошо игру, думаешь, крылья такие, там полетать можно, там, ну я, конечно, я неправильно поступил. Ну, конечно, да, зачем, я когда закончил карьеру, я же в каком-то интервью сказал, там, если кого-то обидел, прошу прощения, с Гончаренко мы поговорили, потом я извинился, он, то есть, как бы, он даже говорит, я и не помню, ну, то есть, нормально. Я говорю, футбол, это только вот для меня, это вот, вот полтора часа, вот, что мы там, остальное, это уже жизнь, вот то, что там надо оставлять там, потому что, ну, нельзя выносить это, там, ну, как, по скандалили, вышли, это тут уже жизнь, надо жить нормально, общаться, один раз живем. А с кем сложнее все это было, как все были? Были такие, кто просто доставал все, не дал, не дал отзыв, не все, надоедал весьма. Да, в принципе, наверное, не было у меня таких проблем. С Даном, ну, он такой своеобразный, у меня с ним нормальные отношения были, ну, опять же, как нормально, вот он, я познакомился с ним, когда он был там в Кубани, они там по первой, тогда по ФНЛ прошли, первый в Дизион, прошлись на одной ноге, я там их судил, там, условно, три раза, он три раза выиграл, конечно, я для него хороший, там, потом перешел, там, там, в Динамо, раз проиграл, ага, проиграл, значит, Егоров уже не очень хороший. Второй раз проиграл, уже плохой, ну, а третий, если проиграет, то есть, как бы, ну, он эмоциональный такой был, ну, достаточно нормальный, такого там, чтобы, ну, ненависти какой-то или еще там, такого никогда не было. Нет, я же тренер-психолог, я не специально под душу у тебя. Вот, я говорю, были ситуации, Божевич, да, вот сидит интеллигент, такой добрый, там, улыбается, все его любят, были ситуации там в Ростове, когда он там достаточно агрессивно себя вел, когда в полуфинале Кубка играли они с ЦСКА. Да, да, в Ростове был с ЦСКА, там, когда в конце гол не засчитали у них с ней игры, потом разбирательство еще было, тоже он так эмоционально, я говорю, от кого, от кого, от него, я там не ожидал такого, что он так может, всегда такой добрый дядечка ходит. А там что-то, я же сейчас не помню, это был 13-й год, я про финал судил в этом году Кубка, в полуфинале был за воротами у Влада Безбородова, там что-то такой матч напряженный, сначала они сравнивают, по-моему, счет на 90, ну, забивают гол, отменяют из-за неигры, и потом контратака, и им забивают, и он там что-то на поле, там кидали бутылки, я же сейчас точно не помню, там громкая история была. А часто бумагу игроков выключали? Нет, нет, серьезно, ну, бывало, когда так это, вот, жестко, там, матерком, в основном, нет, я стараюсь, всегда там, старался улыбаться, на вы, там, ну, в принципе, и ребята у меня многие, футболисты знают, то есть, как бы, такого, чтобы там материться не было. Ну, вот, раз меня научили, португалец в Саранске играл, я Халк одно время, там, ну, когда уже так чуть-чуть обрусел, помните, там, никому проход не давал, любое, там, все, апеллировал, вот он меня отвалить так, ну, пожестче научил, и вот я ему сказал, ну, ты в него, да, тебе, опешил так. А сколько раз вы вообще за свою карьеру удаляли игроков, если они вас действительно как-то оскорбляли? Я удалял, меня плюнул игрок, Кисенков, Том, это Терек, нет, нет, Терек Том, 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 он там играл, да, плюнул, да, я его удалил за вторую, желтую, и он меня плюнул. Нет, 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 уже нет, я, у него была желтая, в конце, вот, он сорвал атаку, я ему показала желтую, и он, ну, уходил и плюнул, а я как раз, ну, повернулся, видел, что плюнул, ну, я подошел к резервному, говорю, и к тренеру, говорю, я еще буду писать, потому что там игрок меня плюнул. Ну, может быть, во второй лиге там кто-то, ну, если, сейчас уже не помню за мат, но все-таки в премьер-лиге нет такого, чтобы мы теряли. Ну, опять же, если, ведь мат, мату рознь, там, бывает игровой, там, и, то есть, как бы, такой, если, конечно, тебя на весь стадион покрывает, конечно, этого терпеть нельзя, такого не было. Я просто, вот, почему спросил, вы понимаете, за что, вот, английский судья мог удалить Буфона, что он вообще мог ему такое сказать сразу, в прошлом карточке, в такой момент? В Европе все намного-намного легче и проще. Игрок выразил там в такой форме свое несогласие, он может и по-английски Буфон разговаривать не может, но арбитру это было достаточно, что он вот своим таким поведением, агрессивным, скажем так, должен быть удален. И нигде же не сказали, что арбитр не прав. Все говорят, Буфон не прав, что так себя повел. Был пенальти, не был, ну, официально я имею в виду, был пенальти, не был пенальти, это другой вопрос. Можно сколько угодно спорить, понятно, что формально, конечно, это пенальти, условно говоря, но все понимают, что на 90-й, там, такой минуте, в такой игре, там, пенальти должен быть железобетонный, то есть, можно сидеть, спорить до хрепоты, был или не был. Вот вы, как считаете, был пенальти? Да, вот мы сейчас сядем, здесь бутылочку возьмем, и через час пенальти этого не будет. Ну, поэтому, я говорю, здесь такой момент, понятно, что я понимаю Буфона, его эмоции понимаю, я не знаю даже, как бы, я себя, условно говоря, повел, но тем не менее, вы прекрасно понимаете, что дело игрока, играть в футбол, а арбитр оценивает все эти эпизоды. Вы скорее понимаете арбитр, что не понимаете? Вот европейского, да, но его никто не поругает, не накажет за это, он поступил согласно всех этих рекомендаций. Если игрок проявляет такое вот поведение в любой ситуации, ну, с меня это, там, пенальти дали или не дали, еще там что-то, конечно, его за это удалят. А, кстати, Ангелия, президент ее сказал, что, вот смотрите, в таких ситуациях помог бы из арбитра, а чем бы он помог? Ну, они, по их... Все мнения разделились, пенальти, ну, о чем помог? Ну, вот я говорю, вот, смотрите, да, ситуация, вот произошел этот случай, вот видеорефери, и я уверяю, что, вот и так бы все бы спорили, половина бы говорила, что это не пенальти, половина бы говорила, что пенальти. Так и будет, такие моменты, они всегда будут возникать. А, кстати, вот случай с Лапочкиным вчерашним, когда грант испытал это лицо, и премиум, и летение, здесь, некоторые скажут, что в таких ситуациях в армии было вымешиваться. Ну, насколько я знаю, по рекомендациям, да. Арбитр видел эту ситуацию, он ее оценил, да. То есть, получается, и тут в армии спасение, не выхват из ситуации, раз он не имеет права вымешиваться. Ну, возможно, они сейчас какие-то инструкции новые сделают. Я все-таки, я уверен, что перед чемпионатом мира, ну, вот сейчас уже определили же, вот, кстати, может быть, сейчас этот сбор проходит, там, уже определили же, кто в армии будет. Значит, может, им какие-то будут, ну, даны там более, там, полномочия более широкие, вмешиваться там чаще, или какие-то еще моменты больше увеличат, в которых они могут принимать это активное участие. В чем возвращается к Буфона? Вы удавили Буфона, если бы он так, как он передал? Вот именно так? Да. Вы же, наверное, не поняли, что он, никто не понял, что он действительно сказал. Вот, я только сейчас хотел сказать, да, спасибо, Александр Борисович. У нас мы сделали клипы для команд, показывали, помните, если игра «Динамо-Москва-Тосно», когда Алексей Сухой судил, пенальти поставил, Женька Луценко наткнулся на защитника, вот, и, ну, он стоит пенальти, тут протест, и Марков, нет, перешел в «Динамо». Да, подбежал к нему и толкнул его. То есть мы даже клип этот показывали и командам, и, поверьте мне, вот я сначала первый раз этот клип показывал на сборе ФНЛ, на кубке ФНЛ в Кипре, ребятам показывал, там присутствовал тренер и капитан, ни у кого не возникло моментов. И потом в Москве премьер-лига была, и кто на кубке ФНЛ не был с первого дивизиона, ни у кого не возникло. То есть я сказал, мы даже не смотрим, говорю, здесь, что это пенальти или не пенальти, и он говорит, что это не пенальти. А вот дальше ситуация, все сразу поняли, сказали, все понятно, то есть, как бы физическое воздействие достаточно, конечно. Время ищем ситуации с Буфоном было, не то, что он сказал, а именно это не толкнул. Вот, и, ну тут, как сказать, все вместе, здесь общая такая понятность, что, возможно, какие-то слова нехорошие, Буфон, ну это как, вот, знаете, вот, ну играют, да, там, у нас балканские футболисты, там, Пичку, Матерь, там, кто, ну мы, я, например, не знаю дословного перевода, но я знаю, что там, что-то это такое, скажем, нехорошее, да, то есть, и какие-то еще там слова, может быть, были сказаны. Поэтому, ну, для арбитра, для этого арбитра самое вот было то, что вот это поведение такое, оно недопустимо, как это, неуважение к футболу, вот это вот агрессия. А если тогда в этом параллеле, то в российском футболе есть такой друг, как Ленбов, с вами ощущается, что его судьи боятся и вообще не боятся, пока не за спор, не за спор, не за спор, не за спор. Не соглашусь с вами, я его удалял. Два раза, два раза, два раза. Вы не скажете, что его боятся в России? Да нет, нет, но это здесь уже просто так, вот, когда он только приехал, ему, ну, чуть ли не в каждой игре, вот, посмотрите статистику, чуть ли не в каждой игре давали желтую карточку. В любое там чуть единоборство, ну, он жестко шел, желтый, 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 и где-то, ну, понимаете, у него, честно скажу, он боец такой, у него никогда не было подлости. Я говорю, почему вот тогда, вот в этот момент, что мы говорили с ударом, он всегда шел, как говорится, лицом в лицо. У него не было никогда такого, что там, знаете, как вот подло что-то из-под тяжка, еще там что-то. Поэтому, я говорю, возможно, может быть, у меня что-то в голове там и щелкнуло там кого-то другого, но его я никогда не ожидал от него, что вот он может вот так вот сделать. То есть, я на КДК, когда были, я честно сказал, то есть, говорю, я вообще от него не ожидал вот этого, что вот это может быть, может, там, ну, человек нечаянно, там, еще там что-то. Вот это произошло. А второй момент, когда он, я думаю, что он сказал Денисову и утрезал ему в самом конце игры, что это, который сейчас, то есть, он вроде бы рассматривает. Не, я помню, помню, его, 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 его поведение или, вот, я понял. Когда он убегал, а Гарик просто, ну, стоял, и он вот, тем вроде как, ему врезал, и когда Денисову упал, он ему что-то добавил словес. Ну, вот, я говорю, вот после, вот, когда я бы никогда не мог на него подумать, вот, произошел эпизод вот со мной, еще там один эпизод был, и вот с Гариком, ну, что-то, значит, поменялось в поведении Вермлова, что он так стал себя вести. Раньше, я говорю, вот, я до того случая за ним не замечал. Конечно, ну, вы все прекрасно понимаете, что футболисты, ну, один хлеб кушают, они сегодня в разных командах, завтра могут в одной быть. Конечно, это не красит никого, что так себя подло нельзя вести, там, ну, человек, когда не ожидает, и травму может получить, да, ну, просто это, ну, как бы, не по-человечие. А кто, наоборот, ну, касается Вермлова, главный пакет русского футбола и всех футболистов? Подлец? Подлец, да. Ну, я не могу сказать так, что он никого-то подлец. Ну, нет, я так не скажу. Такой ярлык я никого не повешу, слава богу. У меня со всеми были хорошие, нормальные отношения, и даже сейчас, ну, футболисты встречают, когда нормальное общение, так вот, чтобы кто-то вел себя по-хамски, такого я не могу. Ну, вы помните же, первое время Халк, когда приехал, бегал, там, ногу отставлял в сторону, то есть, попадались. Ну, хитрец – это не подлец, то есть, как бы, это все-таки все хитрят, кто-то симулирует, когда, то есть, всех можно так чуть-чуть хитрецом назвать. Так вот, чтобы кто-то подло себя вел, никого не могу назвать. – Ходил версии, там, бывшие судьи говорили, что наши действующие арбитры, они, как бы, боятся связываться с Халком, чтобы там, вот, наказание не получить. Тут памятные случаи, какого арбитра наказали за инцидент с Халком? – В России? – Нет, ну, тогда… – Славу на эту турбину стражал, он направил. – Удалил в этом. – Ну, и сам турбину. – После этого, вроде, такой синдром Халка у свидетелей, считаете, что они не обострялись? – Нет, ну, я так бы не сказал. Просто, ну, возможно, это чуть-чуть, вот, ну, я не знаю, нервозность какая-то была, еще там что-то. Просто, вот, что касается Халка, тогда, это была игра в Саранске, рядом с ним… – Слежим? – С Лешей, да, с Матюниным. Просто, я хочу сказать, рядом с ним стоял Халк, Матюнин и, как его, Нияса, брат в Саранске играл, Ибра как-то. – Он такой, ну, вот, афроамериканец, он такой, ну, тоже ко всему остро восприимчивый, и поэтому я у него спрашивал даже… – Нияса? – Вот, брат, родной брат Нияса, Ибра… Он играл в Саранске. – Да, почему-то… – Я забыл, он это. – И, короче, я к чему, он приехал, когда в Саранске, ну, я не скажу, что там, что не было, там, темнокожих людей в Саранске, но, когда начали ему искать квартиру, никто не хотел сдавать, условно говоря, там, ну, как боялись там люди. Ну, это такой, да, случай, и мне Семин говорит, Саша, пожалуйста, ну, помоги найти, там, квартиру, ну, чтобы заселить его, вот. Ну, нашли, там, ему квартиру, все, и он, я говорю, так вот, все к этому относился, если бы, я говорю, если бы Леша там что-то сказал, он бы сто процентов подтвердил, потому что, ну, я у него спрашивал, и Семин сам говорил, то есть, он говорит, он вообще ничего не говорил, то есть, та ситуация, ну, я говорю, возможно, на нервах, возможно, ну, Халк же нехорошо понимает по-русски, может быть, там, Леша что-то эмоционально сказал, тому там показалось, как бы, ну, это, я думаю, что это раздутая история, там, все разобрались, людьми надо оставаться, все, то есть, как бы, ну, там, что-то повздорили, вышли за поле, все, помирились, забыли этот случай. А были случаи, что вы наслаждались футболом, наслаждались забитым голом, забывая, что вы арбитер... Нет, нет, только сейчас, вот, когда сижу на трибуне, там, где-нибудь, расслаблюсь, смотрю, вот гол забили красивый, а так, когда на поле чуть расслабишься, все, сразу что-нибудь приплывет, некогда, особенно в премьер-лиге. У вас была очень оригинальная манера, ты движение по полю, откуда это? Бегал так? Ну да, бегали так, как вот... Да говорите, как есть, я легк атлет. Ну, как страус, что ли? Голову прятал в песок. Нет, движение ног, движение ног. Ну, ну, я же пловец, возможно, из-за этого техника бега такая. Интересно, ну, нам, а мы говорили, что нас с Поповым знакомы, а это делали? Да, ну, на юношеских соревнованиях встречались, да, а сейчас просто через много-много лет встретились, проводился в Саранский турнир, и Леша Немов пригласил вот всех звезд, олимпийских чемпионов, там мастер-классы для детей показывать, вот познакомились, лет, наверное, может быть, 10 назад было, и вот с тех пор общаемся. Ну, делали? Ну, просто общаемся в жизни, да. Я люблю свою родину, и очень рад, что в Саранске будет матч чемпионата мира. Это город сейчас просто вышел на другой уровень, это все останется нашим детям, которые будут, условно говоря, если раньше негде было тренироваться, то сейчас построены куча площадок, полей, две, три тренировочных базы, одна база, где вот будет в сборной жить, не чемпионат мира, это просто вообще шикарные условия, легкоатлетический, футбольно-катлетический манеж сейчас вот открыли, все останется нашим детям. Стадион там реконструируют, чуть поменьше сделают зрителей, зрителей концерты будут проводить. Ну, есть же там, они, по-моему, уже заключили какой-то договор там с управляющей компанией, кто там будет этим заниматься. Ну, а не жалко, а команды нет? Ну, сейчас, насколько я знаю, поставили задачу выхода ФНЛ, команде на следующий год, да, но должны выйти. Ну, здесь все зависит от желания руководства, если захотят иметь команду. А, ну, есть как-то? Я сейчас не могу ответить, потому что я уже целый год фактически дома не живу, но с учетом, глядя на то, что погасили все долги там перед, ну, что перед ребятами, что были, команда идет на первом месте, я надеюсь, что, да, есть такое желание. А где вы, в Москве? В Москве. Да, я, ну, у меня сын старший учится уже в втором курсе в Плешке, вот, и мы с ним же снимаем квартиру. Да. Ну, не три, ну, был так, нет, нет, ну, был раз, два, может быть, так это, ну, наверное, так эмоциям чуть поддавался. Тяжело, когда семья, там, ребенок маленький дома, то есть, конечно, бывает, особенно, когда что-то нахлынет на работе, так, проблемы. Как часто вы ездите туда? Апсаранск? Ну, вот, зимой, когда не было игр, ну, часто ездят фактически на все выходные, а когда сейчас, когда, ну, пошли игры, ну, все игры по выходным, не выбраться, да. А вы сейчас снимаете? Да. Ну, вчера, нет, вчера вот получилось, что я, когда на стадионе, ну, посмотрел вчера ЦСКА, минут за десять до конца, самое интересное, не увидел, уехал на локомотив. А команда не ломает, в отношении вы поедете на «Спартак» охлада, он скажет, да, но если вы поехали на «Спартак», значит, вы, наверное, что-то у вас с «Спартак» прошли. Такая же ситуация была, когда вот перенесенные игры играли, в один день играли все команды здесь, в Москве. Да, в Москве. Я сначала думал, поеду туда, поеду туда, потом думаю, приеду сюда первым, скажет, почему к ним приехал первым, приеду туда, там, скажет, поехал домой, по телевизору посмотрел, включил телевизор, компьютер и сидел вот так вот смотрел. А что важнее, все-таки, для вас смотреть вживую, с трибуны, видеть все переключения на «Спартак»? Или вам телевизор достаточно? Ну, мне, вот именно мне, лучше на трибуне. Лучше на трибуне. То есть, с «Спартак» у вас ничего не стоит? Нет. А я потом на «Локомотив» поехал. Вот эта же работа, она в вашем финансовом плане не очень выгодна. Вот, Виталий Иванович, как ты говорил о том, что замок из «Спартак» и «Спартак» составляет 140 тысяч рублей. Сколько вы зарабатываете? Не буду озвучивать. Больше или меньше? Нормально. Мне хватает. Просто я к чему говорю о том, что ваши коллеги, в том числе я, на фамилии, нашли себе потрясающий работу. Игорь Игоревич, Игорь Сульдин, работает в ДНС, инстурина, лекарь, лестящие организаторские способности свои проявляет по «Локомотиве». Ну, начнем с того, что я когда судил, мне работать в клубе нельзя было. А потом мне поступило предложение, когда я еще был действующим арбитром. Я согласился, дал человеку свое слово и поэтому работаю на своем месте. А из команд меня никто не звал, поэтому я там и не работаю. А работаю здесь, куда меня позвали. Всех денег не заработаешь. Я бы мог так же вам ответить, что я бы мог еще там, ну, год-три побегать еще побольше, чем они позарабатываются. Ну, как получилось, так получилось. Вот эта практика, которую мы понимаем, что болельщики и официальные круги говорят о том, что Сухина и Игорь Егоров конкретно занимаются отношениями с судебным. Как вы понимаете? Отрицательно, но это просто недоказуемо. Это можно... Я вам расскажу историю. Мы летели в Владивосток и в аэропорту встретились там, ну, компании. И нас сфотографировали. Ну, я пришел, там, со мной был Ефремов, мы приходим, сидит там, ну, в аэропорту мы можем с кем угодно встретиться. То есть это такое место. Вот, сфотографировали и из этого раздули там, ну, черт и что. Мы все в футбольном кругу все друг друга знаем. Мне что, мимо кого-то проходить в аэропорту? Нет. Мы так же и общаемся. Просто люди делают свою работу. Поверьте мне, что я уверен, что и у Сухина, и у Игорова есть чем заняться, кроме как общения там с судьями. У них своя работа, у нас своя работа. Вот я посылаю арбитра обслуживать матч, словом, там, Енисея. Что ему может сказать Егоров? Ему важно то, что вот этот Егоров скажет. Потому что этот Егоров оценивает его работу и дает ему дальнейшее назначение. И тот Егоров ни на что повлиять не может. Ну, может быть, там хлеб соль накроет, там покушает, накормит. А они накрывают сейчас хлеб соль? Ну, ужин команда обязана накормить арбитров. Вместе с официанками? Нет, нет, нет. Даже баню отменили. Помните, Валентин Леонидович, когда пришел, говорит, там, никаких саун, никаких этих накануне, там, чтобы ничего не было. Все, и все это ушло. Сейчас же, как правило, билеты подбираются так. Прилетел, поужинал, отдохнул, отсудил, отдохнул и улетел. А был период, когда все судьи летали, имели такие официальные костюмы, все, там, левые, то есть, было видно, что летят ребята-арбитры. Сейчас там такой вывод, сейчас каждый сам по себе. Нет, ну, когда, когда ребята летят на игру, если вот, ну, летят с Питера, да, ребята все вместе, там, условно, Влад Безбородов со своими помощниками, он им там говорит, все, летим, ну, вот так вот. Ну, у нас были, вот мы делали, наверное, надо заново, наверное, сделать. Сейчас самое главное, если честно, закончить чемпионат, а костюмы придут, замерят. Вы сказали, вчера были на ЦСКА Краснодара, вот как до этого лично вы восприняли слова Федора Смова, а мы же к этой желтой карточке прислали, возвращаемся, если мы желтый карточек не отменим, все понятно с нашим чемпионом. Ну, и там был момент на то, что все это неспроста, и заинтересованные лица, наверное, заинтересованные клубы во всей этой ситуации. Ну, наверное, будет правильный этот вопрос Федору задать, что он имел в виду. Я говорю, опять же, я прекрасно его понимаю, это был задан вопрос после игры, на эмоциях, там, все мы, ну, можем, как сказать, ляпнуть что-то лишнего, там, ну, я говорю, опять же, я понимаю, что, конечно, Федор хотел сыграть, это за команду, за, там, город, за себя, чтобы чемпионат мира, там, показать. Что-то не получилось, там, получилась вот такая ситуация. Конечно, ему обидно. Я говорю, мне тяжело комментировать эти слова, конечно, мне бы не хотелось, чтобы, там, эти слова были, там, в адрес арбитров направлены, вот, потому что, ну, ошибся, конечно, Артем. Ну, я не могу сказать, что, там, специально он сделали какой-то заказ, это просто, ну, человеческий фактор. Ну, господин Кузаидов говорил про заказ, как вы относитесь вообще к словам господина Кузаидова, к самому? Ну, я, к сожалению, ну, может, к счастью, я вообще с ним не знаком, я его ни разу не общался с ним, то есть, я его, конечно, видел, но ни разу с ним не общался, вот. Вот, сегодня, насколько я знаю, он имел беседу о том, что Виталий Леонидович говорил, там, надо вызвать, там, поговорить. Сегодня с ним ответственные работники, да, поговорили. Органы? Ну, у нас есть прикрепленный работник же в РФС, вот. Отвечающий за безопасность? Да, 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 да. А, вот, устроил он был в РФС? Да, 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 не, не, сегодня был он в РФС. Вот, чем закончилась эта ситуация, не знаю. Вот, ну, вы знаете, он постоянно какие-то комментарии дает, там, ну, то есть, там был Роберт Розетти, там, он про Роберто говорил что-то, там был Валентин Валентинович тоже. Например, Валентин Валентинович, там, какие-то давал комментарии. Ну, я к с ним не знаком, поэтому мне тяжело комментировать его поставки. Ну, его слова какое впечатление оставляли? Ну, нехорошие, ну, если есть доказательства, пожалуйста, ну, так любого можно же обвинить в чем угодно. Я говорю, вот, ну, я отсудил 110 игр в премьер-лиге. Сейчас кто-то скажет, там, вот, там, он все 110 игр выполнял, там, чей-то заказ. Ну, конечно, мне будет обидно, конечно, мне будет неприятно. Я провел, там, шикарную карьеру, там, отсудил два финала Кубка. Меня, там, обвинят в том, чего я не делал. Конечно, неприятно. Если есть какие-то доказательства, пожалуйста, вопросов нет. Я говорю, сейчас же есть специально обученные люди, которые всем этим занимаются. Пожалуйста, давайте им информацию. Они все докажут, раскопают. Ну, у нас, по-моему, ничего никогда, каких-то ключей в России не рассказывали. Что-то какие-то заказы. У нас что-то чистые форумы, или все, несовершенно так эти органы работают. Ну, я не знаю, как органы работают. Ну, значит, их нет. Опять же, где-то кто-то что-то говорит, а ведь, ну, никто ничего не доказывает, не может. Кто-то что-то сказал, где доказательства нет. Я вот слышал, когда человек задает прямой вопрос, он начинает там что-то вилять, говорит какие-то... Некоторые сотрудники, как Николай Александрович Констык, сами заявили, что давно не уходили. Я не могу тоже сказать, потому что я при Николае Александровиче там в РФС не работал. Ну, когда судили, да, он несколько раз нас собирал, спрашивал, кто где работает помимо футбола. Там, где, какие доходы еще есть. То есть, ну, такие вопросы. А, кстати, никогда не возникало ли обязать судей декларацию дохода сдавать? Да, ну, если возникнет такая необходимость. Ну, а как обязать? Это же мы не на госслужбе. Другое дело, если будет какой-то регламентирующий документ, что, если я подписываю договор с РФС на работу, то я должен там предоставить, ну, какие-то документы. Нет, просто тогда наглядно было бы, в общем, соответствует ли доходу захода. Ну, у кого-то, наверное, же еще бизнес... Я не сказал, просто посмотрите, как живут судьи полностью, когда была речь о нашей мере отца Владимира Единичаева, ну, в конце был паскар, что так хуже у них у судьи, такое имущество там. Просто был ренометр по имени Алексея, был турнир Латышева в Спартаковском манеже. Это было много лет назад, в шестом весе. Из Ужного региона. Он приехал на такой БМВ, который стоил явно больше годового его официального. Ну, опять же, может быть, у человека бизнес какой-то есть. Ведь в свое время, вот, например, тот же Игорь Егоров, у него же очень большой бизнес был в Нижнем Новгороде. То есть, как бы, он был очень богатый, обеспеченный человек. То есть, как бы, и судейство для него хобби было. То есть, зарабатывал он там, ну, в другом месте. Он, да, я так думаю, что он и не знал даже в то время, сколько арбитр за матч получает. То есть, здесь, я говорю, обвинять в чем-то, опять же, безотказательно. Ну, я говорю, это ведь, ну, работа действительно сложная. Понятно, что она там неблагодарна, нет, но, я говорю, я сам, ну, у меня вот получалось, что я тренировался по три раза в день. То есть, времени не было ни на что там. Хоть с работы увольняйся, потому что утром надо потренироваться, в обед надо потренироваться, там, вечером надо потренироваться. С одним тренером, с другим, с третьим. Поэтому, я говорю, то есть, понятно, что я, да, я судил там порядка 20, наверное, меньше 20 игр в сезоне я не судил из 30. То есть, как бы, я получал хорошие деньги, я мог себе позволить там отдохнуть куда-то съездить в отпуск, там, и вещи хорошие купить. То есть, как бы, ну, я их заработал, я же их не украл нигде. Ну, понятно, если я одену костюм, там, ну, сколько там, за тысячу долларов, мне скажут, откуда я его взял, но у меня, там, ну, зарплата за матч полторы тысячи долларов. Я 20 игр отсудил, почему я не могу себе купить. А сейчас достаточно будет, примерно? Ну, с учетом того, что если раньше было там зарплата 3 тысячи долларов, то сейчас 100, если с бонусом, там, где-то порядка 100. Ну, 110 на 112, да, выходит? С учетом, с ответом? Да. И даже месячный... 30 тысяч. Вы не намерены мне эту систему? Ну, я, если честно, я вынесу на судейский комитет, чтобы гонорар за игру был один, то есть, без всяких бонусных этих частей. Я объясню, почему. Почему? Потому что у нас получается, если арбитр, ну, отсудил, ну, не на хорошую оценку, там, на отрицательную, то он, у него получается, там, двойное наказание. То есть, он не получает, это, бонусную, не, гонорар получает, не получает бонусную часть и пропускает несколько игр. То есть, как бы, это, ну, не совсем правильно. То есть, отсудил, получил гонорар. Поэтому называется бонусный, что это, как бы, тебе награда? Это, это, у нас была зарплата 78 тысяч, вот, ну, 90 минус, да, чистыми. Вот, а стало, там, 60. То есть, уменьшили. Даже с учетом бонуса? Нет, бонусный, да, 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 да. Но вот тогда, получается, пропадает стимул, ну, как бы, нет какой-то гонорара в начале? Нет, стимул никогда не пропадает. Стимул – это хорошая работа. Отработал хорошо, получаешь сразу назначение на следующий тур. И опять судишь, и опять получаешь эти деньги. Ошибся, ну, если не очень грубая ошибка, получаешь гонорар и уходишь, там, пропускаешь тур или два, там, осудишь игру ФНЛ, где зарплата, там, ну, в разы пониже. Много лет ходили разговоры про то, что мы стали профессионалами, что на пенсию могли претендовать или на какое-то, там, вознаграждение после того, как ты карьеру завершишь. Вообще, что-то продвинулось? Ну, мы вот разговаривали с Виталией Леонидовичем, как бы, такие, ну, мысли витают, как и пока, как будет это реализовано, я не знаю, у нас, наверное, только космонавты и балерины на пенсию так уходят красиво. Есть чем-то, да, пенсию, да. Хорошо, а куда суде деваться? Ну, хорошо, мы вот стали руководить, куда пойдем другим суде? Например, допустим, Алексей Николаевич, туда и будет все, выручить карьеру, и с вами эти тесты сдавать. Куда? Или ко мне зам, или, может быть, на мое место. Кстати, а у вас с ним отношение наладится? Он же вроде, так сказать, не то, что негативен, но он... Ревностно. Ревностно отнялся к нашему приходу в департамент, из-за чего он должен был в департамент покинуть, в прошлом году? Ну, он принял решение, что он будет продолжить карьеру арбитра, поэтому, как бы, там не было столько ставок замов, поэтому он, ну, как бы, уволился и стал работать арбитром. То есть, это вообще? Конечно, конечно. Как вы относитесь к работе предшественника, ну, собственно, к которому работали Андрея Дмитриевича? И что, будете ли вы так же жестко отвечать на претензии политику ЛИК на цели? Как вам сначала расскажешь о спичи, адресованный Евгению Димову, он стал китом? Значит, ну, сначала я уже говорил, что я очень благодарен Андрею Дмитриевичу за совместную работу, перед тем, как, ну, утром я пришел к нему уже, после того, как нас назначили, перед тем, как он уходил, мы с ним поговорили, я ему сказал большое спасибо за те уроки жизненные, что он мне преподавал, скажем так, наставлял на жизненный путь в плане жизненного опыта. Вот, то, что касается ребят, конечно, я буду судье, я имею в виду, конечно, я буду их защищать, конечно, я буду отстаивать, ну, в любой ситуации, ребят до конца, вот, то, что касается спичи с президентами, ну, в каждый случай он единичен, Андрей Дмитриевич вот так позволил себе с Гиннером общаться. Я говорю, я вот ответил один раз, там, Гончаренко, там, думаю, правильно это, неправильно, вот, все, будет диалог, то есть мне бы не хотелось там, чтобы, ну, какие-то резкие высказывания с их стороны в мой адрес были, мне также бы не хотелось отвечать. Я говорю, вот, ну, с учетом того, что сейчас мы, я вот работал, когда курировал ФНЛ, у меня вообще со всеми тренерами, с президентами были, и сохраняются отличные отношения, мы общаемся, то есть и в плане игры, и так даже какая-то жизненная ситуация, то есть нормально. Я также хочу, понятно, что в премьер-лиге, ну, другой уровень, другие люди, вот, но тем не менее, я тоже хочу выстроить отношения такие с людьми, чтобы у нас были они доверительные, скажем так. Понятно, что я не могу сказать, чтобы они были дружеско доверительные, потому что, ну, со всеми дружить невозможно. Но то я сделать, постараюсь и сделаю так, чтобы, ну, все руководители верили мне, и тогда проблем никаких не будет. Но согласны тем, что вы не будете отвечать, что по простому, удаленному все равно отношения? Ну, естественно, естественно. Вы, если кажется, используете слово «крайний» вместо «последнего» не все верно. Ну, это, опять здесь просто, я когда работал в мотоклубе, мотогонщики вообще не любят такого слова «последний». Мне прямо в первый день, я тоже сказал там, что-то сказал, он говорит, «последний». Они говорят, нет, в нашей среде таких слов нет, «последний». Еще собрался там, типа, умирать или там разбиться, то есть, как бы, поэтому с тех пор я не говорю «последний». А куда вы не тянете эту работу? Баскетбол, баскетбол? Ну, в Саранске погиб мотоспорт, ледовый спидвей. Я у меня со всеми сохранились хорошие отношения, я со всеми ребятами и с русскими, и с иностранцами дружу, поддерживаю отношения. Вот несколько лет подряд ездил к другу, к Гюнтер Бауэру, мотогонщики, такой, к нему зимой на лыжах катались мы. А можно подробно, что значит? Как-то что связало? Ну, я когда работал директором клуба в Саранске, в мото-клубе, он гонщик, он до сих пор гоняется на чемпионате мира. Немец? Немец, да, Гюнтер Бауэр, да. Вот он выступал даже один год по контракту за наш клуб в Саранске, ну, так, для популяризации здесь. Второе место занимал на чемпионате мира. Вот так поддерживаем отношения с ним, общаемся, созваниваемся, там, если какие-то, ну, в Москву приезжает, вот на мотогонке, когда куда-то проездом, всегда встречаемся, общаемся. А я к нему вот езжа зимой на лыжах кататься. Когда вы сюда ездили, когда вы говорили про клинику Муниевскую, через Карелию, или что-то такое? В Киеву ездили, да? Нет. Нет. Что это за клинику? В клинику, через Карелию, это я здесь, в Карелию ездил. А, очень. Нет, в Германию я на операцию ездил, это Ахил делал. Вы значительно прибавили и оздобрели. Пиджачок новый исправил. Да. С чем это связано? Ну, то есть, тот фильм, конечно, когда вы похудели, он зло вновление, вы были похожи на того человека, который, к сожалению, фильм «Люха, я вернулся». Да, вот тот, кто-то говорил, что вы великолепны, но мне это не казалось. Но сейчас вы похожи на человека. Раздобрешего, да? Да. Ну, то есть, вы перестали денироваться. Да. Вот эта работа в сидячем дружине, вы жалеете о том, что… Ну, как, ну, жалею о том, что поправился, ну, это физиология, ну, так получается. У меня всегда была склонность к полноте. А сейчас проблема в том, что, я говорю, самое главное, это даже не то, чтобы перестал заниматься. Это, как бы, движение, вот, пока здесь ходишь по Москве туда-сюда, это достаточно для тренировки. Проблема, самое главное, с питанием. Я же последнее, вот, время перед тем, как сюда приехать, я полгода, ну, питался, вот, ну, по специальной программе. И потом резко перестал. А здесь, ну, в Москве бывает, на работе сидишься, вечером этот, как, бикмак закинешь, он до утра переваривается. То есть, самая большая проблема – питание. И плюс, ну, я не могу кашеварить, там, и дома пришел, проснулся утром, жена там уже кашку наварила. Я пошел, поел, пошел, потерировался, приехал, уже там курочка отварена. То есть, как бы, и надо просто сесть на питание нормально, и все придет в норму. Ну, готово, да? Не-не, вопросов нет. Я не могу, как сказать, ну, физически сделать. Это же мне надо, да, по этим, по контейнерам там вот наложить, там, сейчас утром, там, яйца, белок, потом, там, курица, потом, там, овощи. То есть, ну, вот так вот. Поэтому, как бы, нет пока. Я купил абонемент, даже, да, начал ходить, а потом уехал на Кипр на сбор. Но самое интересное, я думаю, так, еду на сбор из опыта, когда был арбитром. Так, тут время будет, тут время будет. Вот, короче, я честно говорю, я был на Кипре 21 день. Я к морю подошел после того, как команды, вернее, все ребята уехали на 21 день. Я только подошел к морю и скупался. То есть, я каждый день был с утра, с 9 утра до 9 вечера, 4 игры на стадионе смотрел. И вообще времени не было. И еще приезжал, там какие-то лекции были. Я купил обувь специальную, заказал там, в этом, беговую. Потому что я был там перед сборами, посмотрел, где бегать, там дорожка. У меня специальную подошву там какую-то сделаешь, чтобы я по асфальту бегал. И в конце так даже из пакета не достал кеды. Сергей говорил, что у вас бег необычный. А как, допустим, вы учились, желтую карточку показывать, свистеть? У каждого судей, ведь своя манера, как бы, кто-то театрально это прям так показывает, кто-то так бросает, просто карточкой. И свист у многих родные. Или на родных учились карточки показывать? Нет, нет, нет. А что перед зеркалом? Перед зеркалом, да, показывал. Ну, судил много игр, когда начинал в Саранске. Детские турниры, там, юношеские, то есть, как бы, много игр судил. Что это? Да. Я просто знаю, что один судья был, а мы смеялись. Это при мне было. Деревья в лесу, деревья в карточке показывали. Один раз на пляже мы бежим, идут немцы такие, спят, никто подбегает. Фу, как дал бабушке, там брык, брык. Лоджер, который берет. Лоджер. Мы еле откачали ее. Вообще в суде есть там? Да нет, он закончен. Ну, премьер-лигу судил. В швейгу, да, но премьер-лигу идем на ду. Он необычный. Сейчас я вам говорю про семью Питайков. Хорошо, а семью Питайков помогают? Да, 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 да. Каждый год на турнир ездим. Плюс у нас есть, скажем так, у ребят у 10 арбитров есть там свой фонд, да, в который и Дима Белозеру помогает, и семье. Он был футболист хороший, был и главным судьей из Казани. Парень разбился на машине. А он премьер-лигу был? Нет, нет, в первом дивизионе. Да, ехал с игры, попал в аварию. И ему тоже помогают ребята. То есть семье выделяешь противник? Да, да, да. Как вы относитесь к госпожа Андронченко и жесточайший критик, который ты замечал? В адресе Андрея Дмитриевича? Ну, у них просто нужно знать их отношения. Наталья Михайловна, на самом деле, нормальный человек футбольный. Она там, ну, как у нас у всех свои тараканы. Возможно, где-то она, ну, чуть-чуть резко сказала. Стоило более помягче там. Есть выражения там, ну, которые, скажем, ну, это ее мнение. Она его выразила. Мы же не можем, как бы, ей рот заткнуть. То есть, как бы, она, у нее вот такое вот мнение. Какие-то слова, какие-то фразы, конечно, были такие, скажем, ну, да, неподходящие. Поэтому надо быть чуть-чуть аккуратно. А вообще, надо быть добрее. Ну, мне кажется, что она будет вот так говорить, вот, из каждого планета, если вы пробовали. Ну, здесь, вот смотрите ситуацию. Мы там 20 минут назад говорили там про Хусаинова. То есть, ну, ведь каждому свою голову не представишь и свой язык не дашь, что говорить. Ну, люди говорят свое мнение. Я же, ну, что я могу им сказать? Ребят, нет, я хороший. Они скажут, нет, мы говорим, что ты плохой. Каждый, ну, выражает свое мнение. Просто надо корректно более как-то, наверное. Я прекрасно же понимаю, что даже вот, ну, сейчас мы вот сидим с вами здесь, общаемся, а кто-то где-то говорит там про меня. Я, ну, какие-то слова, условно говоря, нехорошие. Враги? Враги. Ну, надеюсь, что нет. Ну, конечно, я понимаю, что там люди разные бывают. Может, только начали работать. Ну, может быть. Ну, я хочу сказать, что быть действующим арбитром тоже не сахар, да. Поэтому, ну, надеюсь, что нет. Надеюсь, что нет. Конечно, есть люди, кто-то ко мне хорошо относится, кто-то там, может быть, не очень, кто-то, может, плохо. Ну, я старался, если честно, я вам скажу, я старался домой вообще вот не приносить вот этот негатив. Ну, она когда-то бывала, ну, ситуации, когда она видела, например, что там, ну, бывает, я сорвался там. Ну, наверное, вот это женское есть, вот это вот как чуйка такая, когда она, ну, промолчит, уйдет там куда-то. Я уже там через секунду понимаю, что, ну, она-то ни в чем не знает, что я на нее срываюсь. То есть, как бы, ну, понимала, она и понимает меня, что и сейчас вот даже, кстати, ну, я фактически на два города живу. Там она в Саранске, я здесь, понимает, она говорит, там, я тебя поддерживаю во всем, там, я вижу, как ты там работал, стремился там к этой работе. То есть, мы полностью с тобой. А старшего сына, который в Москве, не очень знают, кто он в Москве? Он? Нет, его друзья, с которыми он учится, знают? Ну, с кем учится, я, честно сказать, не знаю. Ну, вот с кем там, кто рядом живет, ребята, там, друзья его вот сейчас уже здесь в Москве, да, знают. Ну, мы в гости приходим, там, общаемся мы. Тут несколько раз они просили, я им там билеты на Еврокубки, там, это, доставать помогал. То есть, как бы, знают? В Саранске тоже знают. В Саранске тоже знают, кто... В Саранске тоже знают, город все-таки поменьше, чем Москва. Как, кстати, относитесь к этой истории с Жораном Дебабье, который стал почетным гражданином? Мордвин? Ну, Мордвин, да. Мне кажется, что это так... Сначала было смешно, а теперь... Ну, я хочу так вот чуть-чуть пошире рассказать. Просто у нас наш земляк с Мордови, он возглавлял Госфильмфонд России. Он очень хороший. Они дружат с Дебабье очень много-много-много лет. Ну, в интернете сейчас посмотрим, я... Не вспомню сейчас. Они очень много общаются, но у него работа такая. Он его привез... Он, кстати, очень хорошо дружит. Он очень много людей привозил из мира кино. С Куравлевым хорошо дружит. То есть они периодически приезжали в Саранск. И здесь пошла, когда вот эта вот вся... Я понимаю, что это театрально, может быть, как-то представлено было. Но это пошло же опять после того, как чемпионат мира дал. Когда отношения с Западом, наверное, какие-то чуть... Что он получил российский паспорт. То есть показать, что нормальные люди... Я не вижу здесь в этом никакой ни политики, ничего. Я считаю, что это просто показать, какая их там в России добрая, хорошая. Что вот пригласили человека, дали гражданство. Теперь почетный Мордвин, он рекламирует Саранск. Зовет французов на чемпионат мира к нам. Необычный, может быть, вопрос. Как вы относитесь... Ну, сейчас уже меньше это кричат. Вот это внимание с трибуны. Вот эта вот болельщикская кричатка нехорошего, а с арбитра... Как вы это можете... Мы были на футболе, семья приехала ко мне, мы пошли и... Сергей Лапшкин судил. И что-то, ну, в какой-то момент... И они как запелись всем стадионом. И он запомнил это. И потом играл где-то, ну, в Саранске на турнире. И что-то проиграли, они идут, и говорят, судья... Я говорю, ты откуда взял? Он говорит, как про дядю Сережу так пили. А есть из арбитров другие? Среди арбитров другие? Российских? Да. Надеюсь, что... Саша иногда такие вещи, он посвящен, иногда рассказывает. Может быть, и сейчас он напомнит. Я же про другую какую-то спросил. Ну, я, честно сказать, не знаю. Надеюсь, что нет. Вы отрицать не надо. Это вообще... Нет. Я это их и дело. Я в это не лезу. У меня есть свое мнение. Например, я считаю, что, как бы, ну, мужчина должен быть женщиной. Если он хочет быть с мужчиной, это его дело. Я туда лезть не буду. Это не мое дело. Саша, ты? Нет, я про другое хотел спросить. Когда пришел руководство с юристским корпусом левников, была диспансеризация. Ну, и, по-моему, данных, как минимум одного арбитра обнаружили с плохим временем и заставили его завершить карьеру, потому что он не слепой был, но плохо видел. Мне кажется, операцию сделал. Нет, одного заставили сделать операцию, другого просто заставили завершить карьеру. Я не знаю, насколько это правда, но говорят, что среди нынешнего поколения есть судья, которые не различают сунитарных карьеру. Вы не планируете провести диспансеризацию с вашей будущей карьеры? Так делали вот сейчас, перед сборами, углубленную этот медицинный умов. Включая время? Все делали. Я в том году сам проходил вот перед сборами на диспансер на Курской. То есть все в одном месте? Да, там очень много специалистов было. Там где-то, наверное, часов пять мы ходили все по всем этим. Зубы, глаза, все. Глаза проверяли специальным компьютерным этим. Это судья, который определяет игроков разных команд по трусам и гетерам, потому что он не различает цвет майк. Нет, вот это не скажу, не знаю. Ну, потому что данные, там же у них же, когда, ну, вот этот компьютер одеваешь на зрение, он же это сразу, если ты дальтоник, сразу это определяется. Ну, в том, вот в этом я не знаю, потому что я не занимался премьер-лигой тогда. В том году, когда мы все вместе проходили, нет, там выявили у кого-то проблему, там, чуть, ну, там, сердцем что-то какое-то делали, ну, не операцию, там, ну, какое-то вмешательство, там, все, там, через месяц человек стал нормально все работать. Там какие-то сбои в ритмах что-то было, вот так, по-моему. А такого, чтобы там кто-то дальтоник, я такого не слышал. Вот в руководстве российского футболия люди принципиальные, жуткие, они доверятся ненадолго. Когда сошел в дело там птицу, я обратил внимание на то, что в самом продолжительном поведении руководителям, которые больше тебя там будут, поэтому, и человек, на мой взгляд, неконфликтный, мягкий, старался ни с кем не ссориться, значит, критика была, но он не особо на нее отвечал. Какой манер намерены придерживаться вы, и какой срок для вас успешным будет? Сколько вы можете придержаться? Потому что вы в данной ситуации, как это, расстрельная должность, вот, вы будете довольны, каким сроком? Я, во-первых, хочу сказать, что, вот я уже говорил, хочу выстроить доверительные отношения со всеми, и с командами, с руководителями, в первую очередь, чтобы мы, мы, арбитры, были такой же командой, единой, это раз. Во-вторых, я пока на сегодняшний день исполняю обязанности. Если меня утвердят, тогда, может быть, говорить про какой-то срок. То есть на сегодняшний день наша задача закончить чемпионат, чтобы наши решения не повлияли в отрицательную сторону на распределение мест. Можно за год сделать столько, сколько не сделать, ну, проработать год и сделать столько, сколько сидеть, 10 лет и ничего не сделать. Поэтому все это так относительно. Я хочу, моя задача выстроить систему так, чтобы, даже, например, там, условно, после меня она продолжала работать, чтобы арбитры как можно меньше допускали там машины, понятно, что без них никуда не будет. И чтобы вот наша судейская команда пользовалась доверием у всех, и у руководства, и у клубов. Вот, да, вы сказали, да, сейчас, главное нормально завершить сезон, но вот один из руководителей Кубов, президент Урава, Зайгорь Викторович Иванов, он, в общем-то, сказал, ну, не зря поменяли подогласство Егорова, причем он ничего плохого про вас не сказал. Потому что, если, не дай бог, что-то случится, да, ну, какой-то матч, и как-то это повлияет на распределение места в мирной таблице, после кого спрашивают, если вам предъявят претензии, в принципе, теоретически можно сказать. Ну, а я тут причем, я тут судей не готовил. Ну, я повторюсь, мы, я работаю в департаменте с июля месяца. Я также, я был заместителем Андрея Дмитриевича, мы работали вместе. Я также ответственный за результат. Если думать о том, что, если что-то случится, я буду на кого-то что-то сваливать, об этом, в этом ничего хорошего не будет. Я прекрасно осознаю, на какой должность я заступил. Я прекрасно понимаю, что в любом случае там мне будут задаваться вопросы, спрос у меня будет за все ошибки, скажем, ну, ошибки, да, которые могут произойти. Я все это прекрасно понимаю. То, что у Григория Викторовича, ну, такой взгляд, ну, это его взгляд. Там считают, он нужен, что сказать, что зря поменяли. Ну, это его мнение. То есть то, что произошло, то произошло. Уже ни он, ни я, никто на это повлиять не может. То есть это уже случилось. Но вы не считаете, что вы можете вот эти принести ответственность за то, в чем вы были виноваты? Ну, я говорю, мы же вместе работали. Ну, в чем там, условно говоря, ну, получилось так, что вот, ну, произошла такая ситуация, там, Андрея Дмитриевича, там, уволили. Вы ведь могли уволить и с ним всю нашу, ну, все, кто мы вместе работали, всю команду, условно говоря. Или меня вместе с ним уволили. Ну, приняли решение вот так. Если что-то там случится сейчас, там, к играм мы, ну, готовимся все вместе. Сейчас вот в среду собираю, я вот судьи, например, лиги, мы покажем, там, условно, те требования, которые вот я, ну, не я, мы, наша команда, хотим видеть вот в оставшихся там трех турах. Показать моменты, которые вот возникли сейчас вот перед этим, которые были до этого, сравнить их и показать, сказать, что мы хотим видеть вот так. Будете добры, делайте вот так. Главное, ваши претензии, которые вы воспринимаете с людьми в среду, главная проблема? Ну, претензий у меня никаких нет, потому что мы еще пожелание, но пожелание одно, чтобы как можно меньше допускали ошибок. Мы, напомню, опять я говорю, у нас, мы сейчас, вот, ну, вы же смотрите футбол, каждый тур, смотрите, что, в принципе, есть ситуация, ну, даже дисциплинарные санкции, согласитесь. Разброс очень большой, вот этого видеть не хотелось. Почему? Потому что вот возник, может возникнуть вот такая ситуация. Сейчас же все обострено, каждая карточка на, ну, показана, не показана, на весь золото и может, ну, все, что угодно поменять. Поэтому покажем и скажем, пожалуйста, ребята, вот это показали, показывайте все везде так. Не показали, значит, не показывайте. В одной игре, в одной игре, условно говоря, чтобы команды, которые играли, поняли. То есть случился какой-то эпизод, там, синий нарушили, показывает карточку, белый нарушили, не показывает. Такого нельзя будет. Понятно, что каждый арбитр, ну, разный, невозможно добиться автоматизма. Но хотя бы, чтобы в одной игре этот арбитр делал и для этой команды, и для этой одинаково. А вот почему же я тогда еще одну цитату другого арбитр проведу, а президент Филипшин и Горис, он так давно нам говорил, что перед игрой Уфа-Зенит, он звонил Будаковскому и говорит, ну, просил, выражал пожелание не назначать на ту игру Федотова. Ну, потому что там баланс встреч такой, уход на нем всегда проигрывают. Федотов, ой, Будаковский он назначил, в итоге Федотов не поставил вроде как очевидный пенальти. Вы при назначении судей на вот эту территорию будете учитывать баланс встреч? Естественно, естественно. Судья, который... Естественно, ну, в принципе... Так, условно, он проиграл в суде? Нет, нет, я имею в виду баланс встреч, встреч судьи... Нет, судьи с командой. То есть, не... То есть, вот, например... И конфликтная ситуация. И конфликтная ситуация. То есть, вот, например, я говорю, как вот, и вот как я делал ФНЛ. И сейчас так же буду делать в премьер-лиге. То есть, у меня специальная сетка есть. Я смотрю, условно говоря. У меня арбитр с одной командой не может встретиться вот за полугодие. Вот, например, ну, с лета по зиму там побольше было, там можно три раза встретиться, условно говоря. Сейчас поменьше чемпионат, турок поменьше, там, ну, два раза может встретиться. И у меня не будет такое, что, например, там, ну, зенит, условно говоря, там будет Федотов судить, там, из пяти туров, там, три тура. Такого не будет. Проигрываешь, не проигрываешь, это другой вопрос. Для меня главное, чтобы была нейтральность арбитра и то, чтобы он часто не встречался с командой. Чтобы не было такого. А как, ну, я говорю, здесь ситуация, она, ее можно вывернуть как угодно. Ну, вот, президент Уфы говорит, там, не назначайте мне, там, Егорова, он, я с ним проигрываю. Юрий Павлович завтра скажет, не назначайте мне, там, Безбородова, я с ним там тоже проигрываю. У нас 16 команд. Если каждый из них, ну, не из них, каждый из тренеров, президентов скажет, не назначайте мне хотя бы по одному арбитру, я еще, мне, у нас всего 15 осталось. Это я выйду, да, и все. То есть, ну, я понимаю, о чем вы говорите. Все, ну, условно, вот, ну, была ситуация, например, я говорю вот так вот, ФНЛ. Крылья Совета в Енисея играют. Я был на игре Енисея, ко мне там Дмитрий Анатольевич Альяньевич подходит и говорит, Александр, у нас там важная игра, можно опытного арбитра назначить на эту игру. Это нормально? Нормально. Я говорю, Тихонова встречаю в Балтии. Без, без, клянусь, без. Тихонов спрашивает, а кто нас будет судить? Я говорю, вас будет судить 100% арбитр топ чемпионата России. Из высшей лиги, я говорю, топ из пятерки вас будет судить. Ну, Левник. Арбитр ФИФА. Арбитр ФИФА, да. Все, вот такие, то есть, как бы, если мне, ну, люди просят арбитра премьер-лиги, то есть, нормально поставь. Конечно, если мне там, условно говоря, Оленчев сказал, там, поставь мне там Иванова, Петрова или Сидорова, то, конечно, то есть, это неприемлемо. А у Андрея Ильича был свой кабинет отдельный? Вы его сейчас знаете? Нет, я, нет, я где, да, сижу. Со всеми? Да. На месте Роберто Розетти. Я ему отсылал фотографию, в первый же день, когда пришел, он фотографировался с его кружкой, там, с фотографией. Он сначала не понял, а потом ему Леня написал, сказал. То есть, он оставил свои вещи, он не забрал? Ну, я думаю, что это сделали сувенирные, наверное, такие, там, с одной стороны РФС, с другой, там, его фотография. А он общается с нашими сувенирами? Ну, я с ним общаюсь вообще регулярно. Ну, как, я чему-то через переводчик, там, Роберто, привет, как дела, так вот мы с ним переписываемся. Ну, естественно, вот, когда ребята его видят, там, привет передают. То есть, в принципе, у него отношения с Дуи, там, наверное, доброе, там, ведь, осталось? Ну, да, да. У меня вообще, я говорю, ну, очень теплое отношение с ним. Сейчас вот приезжал к Одноклубкам Федерации, я ездил туда, мы встречали, я с семьей ездил. Встречались там, поужинали, на катере покатались по Неве, там, то есть, как. Нормально отдохнули. А, в Питере? Да, да, да. А вы чемпионат мира в Саранске будете? Пока еще не. А меня в Саранск никто не пригласил даже на открытие стадиона. Я ездил в Волгоград открывать, туда пригласили. Это настроилось? Нет, ну, это ничего страшного. Конечно, было бы приятно, если бы пригласили, но не пригласили, ничего страшного. Есть более достойные люди. А вот, помимо футбола, другой ход есть сейчас? Нет, вот именно сейчас футбол вообще занимает все. Ну, я говорю честно, реально, это просто, это же надо все, ну, до этого, ФНЛ, все матчи просмотреть, причем качество не очень. В Премьер-лиге, ну, чуть полегче там и ребята смотрят, плюс, ну, телевидение хорошее, все трансляции хорошие, плюс, благодаря вам, раз, ага, смотрю, момент какой-то сразу, на карандаш. Ну, когда дома смотреть, ну, все игры сидишь, ну, под карандаш пишешь, просто говорю, например, на стадион поехал, только, ну, один матч, сижу уже, куда-то ехать, на другой стадион время, домой ехать опять время, то есть, как бы, ну, все игры не получается посмотреть. Ну, так вот расписываем, вчера вот я две игры вживую посмотрел, да, ну, получилось, правда, если по времени, то одна, потому что ЦСКА не досмотрел, и пока в пробку попал, на локомотив ехал, тоже к концу первого тайма подъехал. А вы вчера, кстати, там на союзе со Смоловым университетом, что вы думаете? Сто процентов он не сидел в ложе, потому что мы сидели, мы сидели с, а, вот, может быть, если он у них за стеклом, потому что мы, там два, это, Skybox, мы сидели, вот, наверное, он как РФС скинул, там Станислав Саламыч сидел в этом, а рядом с нами Краснодар все сидели, его там не было. Ну, может, он за стеклом сидел. Как целую тему, если бы вы вчера встретили, что бы вы нам сказали? Такова жизнь. Такова жизнь. А вы бы сами, вы уже не имеете права к чиновникам уносить изменения в регламент? Я не имею права. Ну, предложение высказать. Ну, сейчас вы можете высказать предложение. Мы за то, чтобы была возможность отменять эту жалкую карточку, если это явно ошибка отбиток через комиссию. Ну, мы вот говорили уже на эту тему. Я говорю, я, это, регламент изменения выносят клубы. То есть, они выходят с этим положением. Я говорю, я за справедливость. Если это пойдет на пользу, чтобы было действительно хорошо, то я тогда за. Если это превратится в какой-то фарс, то, конечно, это будет не очень хорошо. Ну, начнут писать на, условно говоря, там, желтая карточка. Ну, она, условно говоря, вот смотрите, я написал там после игры. Грубая игра. Ну, вот запариваю. А юрист хороший придет и скажет, где ты здесь видишь грубую игру? Там, он, ну, задержку сделал. И начнется это оспорить. Ну, согласитесь, это можно, вот я про что имею в виду. То есть, я так понимаю, что из каких-то из таких соображений и вот эти, ну, ограничения есть там в отмене карточек. Потому что были ситуации, я говорю, когда же вот я, когда уже в премьер-лиге судил, покажешь карточку. Ну, запишешь, я, например, писал там номер там 10, такая-то минута, там ГР, грубо говоря, значит, НПР. Ну, под раз, не видно. Особенно, когда уже карточки такие, ну, все суеверные люди, карточка пока не сломается, носишь с собой. А там уже затерто все, ну, и пот, и не видно. Вроде ГРН. Пишешь, инспектор там приходит, за что там записал. А уже в электронный протокол же там все внесено. Ты грубый. А где ты здесь грубый? А там, ну, там задержка, условно говоря. Повод можно подать на то, что неправильно показана карточкой. А вы сейчас упомянули, а есть кто-то в российском мире, кто консультирует игроков сборной России перед крупными турнирами, рассказывает им, какими или иными нюансами правил можно пользоваться? Сейчас, я скажу, вы, по-моему, еще правила изменятся? Ну, я так понимаю, что перед чемпионатом в любом случае будут, ну, им по команде... По лекции. Да, своего рода лекции. До этого, я знаю, там, Баскаков ездил, читал лекцию. Вот, в Польше, когда он был инструктором, тоже перед сборной выступал. Конечно, будут. Но это перед всеми, я думаю, национальными сборными будут. А когда вот вы общались с премьер-либой, кто самый такой активный был, кто был в своих вопросах? Шалимов и Хохлов. По голову рук? Да. Руки? Да. Ну, в том-то и дело, мы показывали клип, вот, жалко, я оставил, я пришлю клип, покажу, возник, в котором, например, у Хохлова момент. По-моему, это играл Динамо Рубин. Удар, игрок вот так отворачивается, попадает вот в эту руку. Я говорю, ну, он увеличил. Я говорю, если бы в это попало, там, Хохлов говорил, вопросов нет. Вот в это увеличил. Как? А, говорит, это нормально, что вы заставили защитников, типа... А, это не естественное положение, вот так руки, да, говорит, я понимаю. А, говорит, а вы, это естественно, когда защитники у меня по штрафной вот так вот бегают. То есть, ну, такие... Шалимов предлагал, ну, каждая рука, типа, давайте... Вообще ли было? Ну, вот, как бы... Когда специально по рукам? Ну, помните же, где-то на Украине было, там, что в каждом... Защитник подходит, раз, швыряет в руку, там, она так, или, ну, то есть, как бы, момент... Ну, хорошо, а вы как бы изменили правила, если бы была такая... В плане игры рукой? Да. Да, я думаю, что сейчас вообще нормально, вот, ситуация, когда всем понятно, что если, там, рикошет... А, еще, извините, сейчас я перескочу. Вопрос недоумения еще вызывают... Например, вот, если игрок в подкате, в штрафная площадь, да, опирается, ему попадает мяч в руку, то это продолжить игру. А если такая будет ситуация, этого игрока переноси на линию ворот между, ну, стойками, то это красная карточка и пенальти. То есть, и... Ну, почему несправедливо? Ну, там он тоже штрафной... Там он прерывает передачу, а здесь это лишение уже идет, это разные термины. Ну, хотя бы физически, как сказать, по сути, физиологически, это одно и то же. Он просто опер. Вы помните, Лапочкин назначил первый пенальти в пользу Спартака в Уфе, когда от ноги Никитина, по-моему, в руку попало? Ну, рикошет. Ну, да, то есть, тогда там был пенальти, сейчас это, естественно, не пенальти. Там небольшое расстояние, удар, ну, метров, может быть, даже 10 метров 9, наверное, до ворот, чуть там в сторону. Опять же, рука, нога, в руку рикошет, продолжить, ставь это на линию ворот. Это, ну, такой же момент, но это пенальти и красная карточка, это уже лишение идет. То есть, вот такие вопросы. Вы знаете, вы, это знают судьи, но это не знают практически ни один из болельщиков. И вот отсюда и возникает, конечно, и споры, и подовольство арбитрами. Даже если вы нам сейчас это объясните, мы не сможем это донести до читателей, потому что мы не имеем право в видео, запишем пока. То есть, ну, я готов. Даже то, что вы сказали, рука, на которую опираются защиты, ну, это... Вы знаете, я говорю, у нас случился момент вообще просто идеальный в плане учебы в ФНЛ. Игра крылья советов-тамбов. Назначение пенальти. Значит, ну, вот, если, условно говоря, штрафная площадь, вот Дуга, входит игрок крылья советов в штрафную площадь, защитник перед ним, он прокидывает мяч, защитник. А тут вот рядышком нападающий еще другой выходит. То есть, защитник катится, ему мяч впадает в руку. То есть, если бы не рука, он бы и этот игрок мог пройти, и тот, да. То есть, по всем моментам это отсылали в УИФА, в ФИФА показывали продолжить игру, это не пенальти. Я назначил пенальти, я его поддержал в тот момент, потому что для меня тоже тогда был этот критерий, что, ну, все, там чуть не один на один выход, как бы, решение, что это продолжить игру. Тренера все до одного там, нет, это пенальти. Я своему защитнику сказал, там, что ты на заднице по штрафной ползаешь, надо это, ну, нечего руки выставлять, играй на ногах. То есть, и плюсы для них, и самый главный фактор, что мяч проходит, и следующий тоже игрок может, ну, забить мяч. И я говорю, когда вот мы спорили, спорили, что я сказал, нет решения УИФА, что это, ну, продолжить игру. И когда я им потом, ну, для затравки дал, что, ну, если этот момент поставить на линии ворот, это пенальти и красный карточек. Там вообще мозг у всех взорвался, и Шалим говорит, давайте нам, это, присылайте разъяснение специальное, потому что, там, говорит, мы так ничего и не поняли. На момент, я говорю, вообще, я вам скину, посмотрите. Момент вообще суперский. Ну, вот сейчас вот последние клипы, вот второй диск УИФА вот выписали, ну, типа такой момент, вот как вчера. У Лапочкина, это желтая карточка, желтая, желтая. Если сила, агрессия, скорость там такая, то красная. А когда пытается человек изыграть, ну, и кровь, и как, это не, ну, не самый сейчас определяющий фактор. Если есть вот эта вот угроза, вот эта вот скорость, вот эта вот, то тогда да, красная. Ну, здесь в любом случае ситуация такая, что дай красную, говорили бы, что это сильно, не дай, говорили бы, что отдавать. У меня вопрос, который касается нашего обозревателя, Александра Павловна. У него непростые отношения всегда складываются с руководителем судейского корпуса, и мы спорим, через какое время вы станете врагами. Вот, как вы считаете, года, год продержитесь? Что, если сам говорится, чем врагами? Да, врагами мы можем хоть сейчас стать, а для чего это надо? Ну, то есть год, год вы уверены, что все продержит? Нет, на самом деле, я еще раз говорю, я уважаю вашу работу, я понимаю, что и моя работа непростая, но и ваша тоже непростая, поэтому призываю вас и себя, надо просто толерантно относиться к другу. Всегда есть точки соприкосновения, которые мы всегда просто обязаны найти, и на общее благо сделать так, чтобы и ваша работа не страдала, и моя. Поэтому я вообще даже не думаю о том, что я там наживу каких-то врагов себе, и опять же говорю, жизнь не кончается в футбольном поле, но это ваша работа, вы описываете так, как считаете нужно. У нас были с Александром Борисовичем, условно говоря, он говорит, что это там пенальти, я говорю, не пенальти, но мы с ними разругались, это его мнение, а это мое мнение. А теперь вы руководите? Ну и что? А что изменится? Я говорю, вот вы мне задали вопрос там про Пусаину, про Абдунченко, то есть, ну что мне теперь, с топором бегать по улице за ним? Нет, нормально, ну, Александр Борисович сказал свое мнение. Я ему позвоню, сказал, Александр Борисович, а я думаю, вот так, так, так. Если мои доводы окажутся правильными, он согласится со мной. Вы же понимаете, что я могу тоже ошибаться. У меня были моменты, когда я клянусь, он говорил, что момент я смотрю, и я не могу дать ответа точного. Я посылаю там Валентину Валентиновичу, Валентиновичу, помогите мне, пожалуйста. Он мне говорит свое мнение. То есть, не говорит, что это правильно или неправильно, а говорит свое мнение. Смотрю, говорю, там, ну, с другой стороны, там, соглашаюсь с ним, или не соглашаюсь, принимаю там вот, ну, окончательное решение. Мне казалось, что вы упомянули Валентину Валентину, оказалось, что когда он выходил, вот, я думал, что ему все настолько осточертело, вот это вот российское судействие, что он у него никогда не вернется, вдруг он возвращается. Вы удивлены? Я рад. Но вы удивились тем, что он согласился? Нет. Не удивился. Он живет футболом. Тогда была ситуация, там, эмоции. Я рад, что он вернулся. Валентин Валентинович очень сильный методист, поверьте, я говорю. Такие сборы мы проходили. Информации было очень много. Очень хороший, очень сильный специалист. Не зря же столько лет инструктором ФИФА. Всего да. Есть чем-нибудь поучиться. Спасибо.